что все-таки вас формировала как вы думаете вот как украинца майдан а до майдана или именно майдан для вас был первый майдан но я не ездил на него только поддерживал как говорится но удаленно как бы доследил смотрел то есть это уже были первые ростки как бы но к этому постепенно приходишь как бы то есть никогда не было не то чтобы активно гражданская позиция была активная человеческая позиция какие-то принципы которым я живу и я обнаружил что принцип которым я живу как бы да украина тоже хочет жить в этом и совпали и тогда я считал себя граждан этой страны как многие там если бы они делали то раньше них не получилось даже хотя бы на месяц позже на два тоже вы ничего не получилось момент когда время всего майдана там была очень серьезная пропаганда и российская работа вода федеральная и местная там бигборды были как бы с парнями в но рисунка парни в балаклавах кидающим коктейли написано нет фашизму майдан не пройдет и прочее прочее то есть там народ очень сильно накручивали поэтому народ как бы всего это был изначально агрессивно против происходящих событий в киеве часто многие там жалеет даже не жалеет понимают куда они попали как бы да уже поздно той ситуации уже там без шанса было армия была практически развалена что я поддерживал военные части общался вилком состоянии нашей армии точно армии нас не было в тот момент никакой поэтому момент был выбран на тогда когда украина как государство было максимально слабо за свою историю тогда был нанесен удар и все вы говорите что в принципе шансов не было но вы лично и очень много людей активистов тогда боролись мы сопротивлялись потому что не могли не сопротивляться мы понимали что шансов нет то что нет шансов это не означает что не сопротивляться шансы что может быть как то может быть но это были такие теоретически больше шансов потом понимание уже как бы ближе к референдуму и после референдума что как бы уже нет ничего не получится. Ну, а что делать? Сидеть просто, как бы, на диване и плакать, обнять голову руками, как бы, все. Мы на Майдан выходили, у нас тоже шансов было мало. Тоже все говорят, зачем вы туда идете, у вас ничего не получится. Януковича не скинет, как бы, и нас-то не так уж много там было. Получилось. Здесь, да, Путин, не Янукович, это какой, уже серьезный противник. Но ничего, борьба не закончена еще. К сожалению, он никогда не был до конца украинский. Не совсем правильную политику проводила Украина. Некоторые вещи делались насильственные, неправильно, а какие-то вещи, которые он был пресекать, наоборот, которые дали ростки сепаратизму и так называемому русскому миру, не были вовремя пресечены. Люди живут, так как им, комфортно жить, и все. И эти все 20 с лишним лет показалось, что Россия оказалась более комфортной, чем Украина, к сожалению. Это факт, можно его отрицать, но это так и есть. Ваша сестра в комментарии как-то сказала, что из Олега делают героя или даже икону. Прекратите так к нему относиться, так не нужно. Он обычный человек. Это так? Я обычный человек. Старался там от этого абстрагироваться и здесь продолжать им заниматься. То есть я не изменился, что там на воле, что здесь. И не чувствуете ли вы сейчас ответственность? Или, может быть, тяготит вас эта ответственность? Она меня не тяготит, но, конечно, морально ответственность за то, что за меня столько много людей помогали, столько много топили за меня, грубо говоря. Я, конечно, чувствую моральную обязанность. С одной стороны, сказать спасибо всем, тем, кто мне помогал. Когда я буду этих людей встречать, я буду говорить спасибо всю жизнь за это. Мне уже пару раз пытались сказать, что ты должен, ты обязан, ты должен. Прямо этим пытались тыкнуть. Меня такие вещи сразу пресек. Я буду должен, когда я деньги в долг возьму. А так я и без ваших советов чувствую, что мне надо делать. Потому что в этой ситуации уйти в сторону, сказать спасибо, я там мне свои дела. Я не знаю, кем быть. То есть это неправильно. Сейчас понимаете, что это освобождение не ради этих 35 россиян. Путин на них плевать абсолютно. И на этого цемаха вообще. Если бы что-то он знал про этот сбитый Боинг, он бы уже давно как бы там они Захарченко взорвали среди Белого дня. Что им этот цемах? И для Путина он ничем не ценен. Просто сейчас такая ситуация сложилась, политическая, что он хочет с Украины отношения перезагрузить. И новые выборы же были в Европарламенте. И вот Европа немножко от этих всего стала. И вот он этот тренд и чувствует и пытается немножко как бы вот показать, что он хороший парень, ребята. все забудем, будем жить дальше, все хорошо. Это отдельная пытка отправить крымчанина за полярный круг. Действительно, это как бы вот психо, это еще и психологически давило, кроме того, что это физически тяжело. Северные лагеря, они создавались для того, чтобы люди там страдали. Это да, конечно, то есть держать его там смысла, ну никакого нет. То есть они там в современных лагерях, как бы, ну мало где, как бы уже работают, да, которые вот раньше показывали, зэки там с пилами что-то пилят. Нет, такого же очень мало. То есть эти лагеря созданы именно специально. И многие северные лагеря используются вот так вот специально, чтобы для всех самых спецзаключенных, самых то, как бы, горячие парни, чтобы они остыли. Как вы там вообще выживали, боролись с этим суровым климатом, вот насколько это далеко от Украины? Ну там, да, холодновато. Холодновато? Полгода снег лежит. Восемь месяцев. Восемь месяцев. Все выживали, я выжил. Я до этого в Якутии был полтора года, уже был подготовлен. А в Якутии похолоднее, чем в Лабаднангах. Она хоть и южнее, но холоднее. В Лабаднангах просто сырее, ветер, ну и место такое, само по себе, намного похуже. Чем похуже? Ну, вы знаете, как бы, все закончилось хорошо. Потому что, когда тогда, как бы, было, я уже за эти 145 дней стал хорошо разбираться в здоровье, как бы, особенно здоровье, как бы, этих умирающих людей, как бы, да, когда у меня там пульс 40 был, как бы, да, и все это было очень печально. Ну, тут потихоньку, 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 меня там тоже потом наследовали, да, вроде ты восстанавливаешься, да, вроде бы там. И вот сейчас меня в Феофане тоже обследовали, как бы, то есть, в принципе, ничего такого страшного не нашли, он вообще оделся легко, без последствий, как бы, это очень удивительно, как бы, ну, там, они старались, чтобы я не умер, скажем так. то есть, сами понимаете, то есть, они не были в этом заинтересованы, потому что они делали все, чтобы я не умер. И я все-таки был не самоубийца, мне нужно было сделать свое дело, и, как бы, это не пришло бы признаваться, но пришлось отступить. Я заработал на кино, там, мне были, как бы, кинофестивали, там, какие-то ролики давали за показы, там, какие-то были продажи фильмов, какие-то еще фонды давали, как бы, денег, в которые был, как бы, заложен твой, как бы, гонорар. То есть, вот такие небольшие деньги, на которые я просто держался на плаву, но это было несоизмеримо тем, что, как бы, зарабатывал в бизнесе, но я шел на это осознанно, понимая, что, как бы, кино мне интересно, деньги, сейчас уже вот ваша творческая деятельность приносит вам реальные доходы? Был во Львове на форуме, да, мне за маркетера начали пересчитать уже деньги за жизнью, как бы, за переиздание детских рассказов, получается, их же пересдали, как бы, да, и какие-то уже заплатили авансы, какие-то сейчас тиражи, как бы, пошли, да, но это, как бы, ну, это не большие деньги, просто мне, как бы, определенная финансовая подушка, мне помогали какие-то премии, там, то, то, я еще все это, как бы, не собрал, как бы, но не проблема, то есть у меня есть, как бы, что сейчас, там, первый год, говоря, прожить, как бы, да, ничего не зарабатывая, и возможность свою генокомпанию оживить, как бы, да, вся моя жизнь состоит из нелепых поступков, какой нормальный человек поедет на Майдан, какой нормальный человек будет против Путина сопротивляться, вроде, кто там будет гимн и орать, что-то, только невменяемый, что-то, 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 что-то,